Рак представительной железы Рак представительной железы Рак представительной железы Рак представительной железы в разы меньше. Выполнение биопсии предстательной железы первичной рекомендуется как минимум из 10 точек сейчас большинством авторам. Также есть данные, которые говорят о том, что пациентам с большим объемом предстательной железы, то есть где мы видим объем более 80-100 кубических сантиметров и так далее, необходимо получение больше количества биоптатов для большей диагностической точности исследования. Тем не менее, существуют исследования, которые показывают, что выполнение биопсии предстательной железы более чем из 12 точек существенно не увеличивает ее информативность. Таким образом, оптимальное количество биопсийных точек до сегодняшнего дня не установлено и является дискутабельным вопросом. Известно, что рак простаты преимущественно локализуется в периферической зоне предстательной железы. Это 68% случаев по данным исследований операционного материала и только в 24% случаев транзиторной зоне. Отдельные исследования демонстрируют, что от биопсии транзиторной зоны, получения дополнительных биоптатов из транзиторной зоны, диагностическая точность исследования повышается. Однако не у всех пациентов, а только у тех, которые находятся в пределах серой зоны, но тут имеется в виду уровень ПСА от 4 до 10 нанограмм на миллилитр. Исследование биоптатов из транзиторных зонов у небольшого количества пациентов, у 2,6% привело к увеличению диагностируемой суммы по глиссо. И в 2% случаев был пересмотр лечебной тактики. Ну, понимаем, что 2-3% это не столь большое количество пациентов. Биопсия из 12 точек позволяет выявить значительно больше рак позитивных биоптатов из транзиторной зоны по сравнению с биопсией из 10 точек. И было рекомендовано взятие дополнительных биоптатов в транзиторной зоне при проведении первичной биопсии у пациентов с объемом простаты более 50 кубических сантиметров. Но это также в одном исследовании. Рутинное взятие дополнительных биоптатов из транзиторной зоны при транзиторной биопсии в основном малоинформативно и не увеличивает частоту выявления рака предстательной железы. Необходимость рутинного забора биоптатов из транзиторной зоны остается дискутабельным вопросом на сегодняшний день. Также, что следует отметить особо, что большинство всех вот этих выводов, которые я озвучил, они были сделаны на основе именно трансректальной биопсии, а не трансперитониальной. Целью нашего исследования было оценить клиническое значение рутинного получения биоптатов из транзиторной зоны для диагностики рака простаты именно при транспромежностной биопсии. На основании полученных данных определить пути дальнейшего совершенствования биопсийной техники. В исследование включено 796 пациентов, пациенты разделены на две группы. В первую группу вошел 491 пациент, во вторую 278. У пациентов в первой группе биопсия выполнялась из 10 точек, у второй группы 12 точек. Что следует ответить, группы не вполне сравнимы, потому что это не рандомизация, это историческое сравнение. То есть исторически в начале биопсии выполнялись из 10 точек, потом перешли на методику из 12 точек. Поэтому на это следует делать поправку при оценке результатов. Схема промежностной биопсии предстательной железы. Биопсия выполнялась под местной анестезией, под контролем линейного трансфактального датчика. Два биоптата с каждой стороны по одному биоптату брались из транзиторной зоны. И 10 биоптатов получалось из периферической зоны предстательной железы. Этапы выполнения промежностной биопсии. На первом слайде представлена схема послойной перепростатической блокады местной анестезии. На втором слайде биопсия предстательной железы, проведение иглы по методике свободной руки хендфри в транзиторную зону предстательной железы. По одному биоптату с каждой стороны таким образом получалось. На третьей картинке представлена биопсия опекальной зоны предстательной железы. На четвертом слайде получение биоптаты из латерального отдела периферийной зоны предстательной железы. Следует отметить, что промежностная биопсия, в отличие от трансректальной биопсии, достаточно четко позволяет позиционировать иглу и направить туда, куда ее хочется. В том плане, что мы получаем либо чистый биоптат транзиторной зоны, либо чистый биоптат периферической зоны опекального, латерального или промежуточных отделов. Результаты. Частота выявления рака предстательной железы в отдельно взятых биопсийных точках. В первой группе эти частоты находятся в диапазоне 11-15%, во второй группе они находятся с большей частотой 18-22%. Я хочу тут акцентировать внимание, что это не вполне сравнимо, потому что это группы не рандомизированные, а группы исторического контроля. Почему так произошло, нам до конца непонятно. То есть отбор больных для биопсии, либо рост заболеваемости, либо еще какие-то внешние факторы тут действуют. Но основной вывод, который мы можем сделать из этого слайда, относительно и биопсии из 10 точек и относительно биопсии из 12 точек, что частота выявления рака предстательной железы в каждом отдельно взятом биоптате, она одинаковая. То есть тут присутствуют только статистические погрешности, и не более того. И нет какой-то зависимости от того, откуда мы этот биоптат получили, из транзиторной зоны или из периферической. И таким образом частоты выявления рака простаты в биоптатах, полученных из периферической и транзиторной зоны, они одинаковые на самом деле. Далее мы анализировали частоту выявления изолированным. То есть сколько мы рака простаты находили только в периферической зоне, либо и в периферической, и в транзиторной зоне, либо только в транзиторной зоне. Тут ошибочка небольшая. То есть там вот где на третьей строке написано периферическая зона, транзиторная зона имелась в виду. Частота выявления изолированного рака предстательной железы только в транзиторной зоне, По данным биопсии из 10 точек она составляла порядка 5%. А частота выявления изолированного рака только в транзиторной зоне из 12 точек она составляла менее 1%. То есть таким образом в основном рак предстательной железы выявлялся либо в периферической зоне, либо одновременно и в периферической и в транзиторной зоне. Частота выявления рака предстательной железы исключительно в транзиторной зоне уменьшается по мере уменьшения биопсийных точек. Также была выявлена такая закономерность. И отсюда можно сделать предположение, что в большинстве случаев, когда рак простаты выявляется только в транзиторной зоне, имеет место его недиагностированное распространение из периферической зоны. То есть рак предстательной железы в транзиторной зоне это исключительно редкое явление. Это подтверждает классические выводы еще Макнил, которые ранее были сделаны. И на основании этого мы сделали такие выводы, что рутинный забор биоптатов из транзиторной зоны не позволяет увеличить количество выявленных раков предстательной железы и не увеличивает чувствительность биопсии предстательной железы как диагностического метода. Отказ от рутинного взятия биоптатов из транзиторной зоны с одновременным их увеличением количества из периферической зоны будет способствовать улучшению чувствительности транспиренеальной биопсии предстательной железы. Благодарю за внимание. Продолжение следует...